Сегодня я хотел бы поговорить о очень такой вот новогодний и очень рождественский драматург Шекспир, но, к сожалению, название будет «Шекспир, которого мы потеряли». Ну, знаете, это удивительно, что вышла книга такая, даже не постмодерниста, ну, ладно, вот Фоменко, он всё-таки, так сказать, постмодернистский вариант истории выдал и сочинил свою историю над той историей, которая в реальности была. А тут морской офицер Гелилов написал книгу «Игра о Шекспире», и где очень яростно и очень настойчиво доказывал, что Шекспир не сам писал свои пьесы, что он был почти неграмотный, а за него писали разные, ну, там варианты перечисляются, и графы, и графини, и так далее. Но дело всё в том, друзья мои, что Шекспир не только был, но Шекспир есть. То есть он создал такую драматургию, он создал такой мир, над которым мы все до сих пор, всякий, кто приобщается к этому миру, до сих пор пытается понять, в чём же загадка, в чём тайна, и почему это обладает такой притягательностью. И если хотя бы на секунду представить себе, вот представьте себе, нет Ромео и Джульетты, нет Гамлета быть или не быть, нет Короля Лира, нет вот этой рождественской дивной сказки «Сон, летнюю ночь», нет его феерических, феерических, не то в космосе, не то на небе, не то на земле действия, происходящие, буря и зимняя сказка, и наша жизнь сразу станет намного-намного беднее. Это словно вот выключит свет во время представления, погаснут рампы, и всё станет намного-намного тусклее и менее интересно. Очень интересно заметить, что Шекспира на некоторое время забыли. Это бывает с гениями, это случается. Лет на сто забыли Баха. Забыли Баха. Если бы Мендельсон не развернул целую кампанию и не создал множество всяких музыкальных фантазий на тему Баха, не просветил нас, то, может быть, мы и Баха бы потеряли. Вот так потеряли Шекспира. Считалось, что, ну да, это что-то устаревшее, царствовала французская, в 18 веке французская драматургия, Корнель, Рассин, Мальгер. О Шекспире как бы забыли. И вдруг он через 200 лет начал возрождаться. Он начал возрождаться, он стал входить в репертуар. Это удивительный довольно случай. Знаете, ну, нечто подобное, что произошло, допустим, с древнерусской живописью, с древнерусской иконой, о которой совсем забыли, на которой писали картины маслом. Вот. И вдруг, смыв под этими слоями такой довольно посредственной всякой ширпотребной живописи, вдруг обнаружилось нечто сверхгениальное. Сняли оклады, а там Рублев. Очистили фрески, сняли нагар вековой, а там Дионисий засиял. Ну вот для того, чтобы открыть Шекспира, ничего не надо было снимать, надо было просто прочесть Шекспира, поставить Шекспира. А почему он не приходил, почему он был забыт на 200 примерно лет? Наверное, потому, что, как многие гении, он обогнал время. Такое случается. Такое случается. Нельзя сказать, что Шекспира не ценили его современники. Они его ценили. Они с удовольствием смотрели его пьесы. Но! Вот сейчас, под Новый год, все смотрят комедию с легким паром. А кто-нибудь помнит автора? Вот тогда и было так. Вот тогда и было так. Драматурги даже не ставили свое имя. Просто ставилась пьеса, и все. А драматург оставался за кадром. Как сегодня за кадром остается кинооператор, часто даже и режиссер. Все видят только и помнят, запоминают актеров. Ну, Шекспиру повезло только в том, что он английский драматург. А Англия, в отличие от многих стран, замечательных, прекрасных, каких угодно, отличается прекрасным, в некоторых случаях это прекрасно, консерватизмом. Благодаря этому мы спокойно можем пройтись по городу, где родился и жил Шекспир. По городу Стратфорду. И там сохранены все домики на его улице. Вот у него в какой-то пьесе есть описание «Дом Кузнеца». Он и дом Кузнеца рядом с домом Шекспира. Дом Шекспира. Ну, естественно, там уже сквозь эти все восстановлено и отреставрировано, и заново сделано. Когда вам говорят, что перед вами трехсотлетние давности строения, это означает, что просто бы заново построили по тому образцу, который был. Но все сохранено. Все сохранено. Ничто не приватизировано, ничто не коллективизировано. Все, как было при Шекспире, так оно и есть. Вот это замечательное свойство английской души, английского характера сохранило для нас не только имя Шекспира, но сохранило мир, из которого он пришел. Городочек провинциальный. Его отец – важный человек в городе, перчаточник. Перчаточник. Но надо вам сказать, что изготовление перчаток – очень такое ответственное и важное дело, поскольку перчатки носили люди вельможные, люди знатные, и тут халтурить было невозможно. Но это внешняя деятельность отца Шекспира. А его тайная деятельность и тайный заработок, так же, как и многих-многих англичан, запрещенная торговля шерстью. Ну, овечья шерсть для Англии – это что-то такое, как для нас сейчас нефть. Вот, примерно так. Поэтому запрещалось торговать шерстью кому-либо, кроме тех, у кого была такая королевская привилегия. Но как запрещалось, так и торговали. И сохранились штрафы, которые заплатил отец Шекспира за торговлю шерстью. Сохранились даже штрафы, которые Шекспиру пришлось выплатить за лесную потраву. То есть он охотился в лесах, где не полагалось ему охотиться. И в целом эта жизнь такая... Вот часто говорят, что вот Европа, просвещение, а вот мы в это время чуть не в шкурах ходили. Ну, что правда, то правда. Просвещение было. Например, в этом маленьком городочке, Стратфорде, была латинская школа. И в этой латинской школе наизусть, наизусть по-латыни Гавер, Эврипит, Эсхил, Платон, Аристотель, все это заучивалось. Такого было обучение, заучивалось. Поэтому пьесы Шекспира, они прямо кишат всевозможными античными мудростями. И, собственно говоря, все его пьесы являются переработкой либо библейских сюжетов, либо античных сюжетов. Кроме... Кроме... Гамлета. Гамлет – это особый разговор. Это, пожалуй, редчайший случай мировой драматургии, когда драматург создал то, что нас называют словом с легкой руки психолога, культуролога, юнга, архетип. Потому что Гамлетов... То есть, трагедия Гамлета существовала, новелла о Гамлете, о Гамлете, принце датском тоже существовали. Ну, понятно, там главную роль играла интрига, интрига. Он... Принц возвращается в свой замок, а в это время и узнает о том, что его мать убила в заговоре с братом мужа, убила отца. Конечно, такой роковой сюжет, но у Шекспира он превратился в нечто совсем другое. Это не детектив, это не разгадка детектива, это совершенно новое отношение к миру. Собственно говоря, любого спросите вот человека, который, по крайней мере, грамотен и, по крайней мере, умеет читать, и спросите, что он знает о Шекспире, он вам скажет быть или не быть. ну, to be or not to be по-английски, быть или не быть, такая формула могла возникнуть только в устах человека будущего, потому что сама постановка вопроса, что можно жизнь выбирать, что можно выбрать смерть, сама эта постановка была невозможной, немыслимой совершенно ни для времен возрождения, ни для времен средневековья, ни для времен античности. Быть или не быть – это неожиданное совершенно, это опережающее время даже не на сто, не на двести, не на триста лет, а на полтысячелетия, потому что здесь перед нами человек свободный, человек свободный, человек сам выбирающий жизнь или смерть, но это не совсем так. Быть или не быть – это что-то большее. Быть ему отличным от всех остальных людей или быть таким, как все. Вот что за этим кроется. А кроме того, за этой формулой быть или не быть кроется человеческая свобода или или это свобода. Шекспир здесь приближается к такому пониманию человека, которому было открыто уже в 20 веке, во второй половине 20 века экзистенциалистами, которые человек перед лицом жизни, перед лицом смерти выбирает свое бытие, свои ценности, быть ему или не быть. Вот в этом ире свобода, в этом ире свобода, которой до этого не существовало. Очень интересно судьба меня свела с Иннокентием Смокдуновским. Я ставил на учебной программе, по моему сценарию, ставил гениальный, ставил гениальная вещь Тургенева «Отцы и дети». Я решил всех отцов соединить в один образ и пригласил на эту роль Иннокентия Смокдуновского. Смокдуновский – это гений из гениев. Это вот просто созданный для того, чтобы играть Шекспира. И надо вам сказать, что для того, чтобы Гамлет появился на русской сцене, ну, в 18 веке было, конечно, некоторые потрясения. Сначала Сумароков написал своего Гамлета, но там даже не было быть или не быть. Там это была такая классицистская драма. А вот уже в 19 веке Гамлет потряс публику. Потряс. И потряс он чем? Оказывается, жизнью можно быть недовольным. Оказывается, жизнь можно оценивать. Оказывается, с жизнью можно не соглашаться. Мы увидели романтического героя Мочалова, Мочалова по-разному произносит его фамилию, имя его, фамилию, который перевернул сознание. Перевернул сознание и не будет преувеличением сказать, что впервые на сцене появился тот, кого мы называем интеллигентный человек. Вы знаете, персонажей много. Есть герои-любовники, есть комические, буфонадные, есть просто герои, есть трусы, есть интриганы, есть злодеи. А вот интеллигента на сцене не было. И в драматургии не было. Интеллигент – это Гамлет. Интеллигент – это Гамлет. И не потому, что он принц. Кстати говоря, одной из очень важных особенностей Гамлета – он принц. Но он совершенно, когда он общается с актерами, он с ними общается как со своими друзьями, хотя актеры считались слуги его величества. Сам Шекспир носил звание «Слуга его величества». Все хорошо, если его величество, а то какого-нибудь графа, какого-нибудь владельца. Слуги наряду с чередью. Он разговаривает с ними как равный с равным. Он объясняет систему Станиславского, которое появится когда в 20 веке. Он объясняет, что не надо громко говорить, чем громче, тем лучше. И не надо никого изображать, не надо никем притворяться, надо быть самим собой. Как самим собой? А ты кто? Ты князь, граф, король, герой? Нет, ты просто человек. Вот Гамлет – это просто человек. Хотя он принц, да. Интереснейший состоялся разговор в свое время Козинцев, который поставил потом Гамлета. Мне рассказывал об этом Смоктуновский, как это происходило. Хотя Смоктуновский, конечно, при этом не мог присутствовать, он еще не был никому известен. Но Козинцев рассказал. Была беседа со Сталином. И Козинцев, чтобы как-то подвести Сталина к мысли о том, что надо поставить Гамлета, Иосиф Писаренович, а как надо ставить Гамлета? И вдруг получил громовой ответ. А по-моему, Гамлета вообще не надо ставить. Как не надо ставить мысленно, спрашивает Козинцев. А Сталин ему отвечает, что это быть или не быть? Это чуждо советскому человеку. Быть! Мы все знаем быть! таким образом на постановке, на возможности постановки Гамлета был поставлен жирный крест. Но этого мало. Шекспир попал под компанию борьбы с низкопоклонством перед Западом, когда в «Правде» появилась статья о том, что хор Пятницкого гораздо выше, чем все пьесы и постановки Шекспира. Потому что хор Пятницкого народный, а Шекспир обслуживал английскую аристократию. Вот такие глупости писались. Ну, нельзя сказать, что Шекспир был запрещен. Такого не было специального запрета. Но, разумеется, при таком подходе Шекспир на нашей сцене, на сцене советской долгое время либо отсутствовал, либо просто был в загоне. И вот во времена оттепели Козинцев, уже после смерти Сталина, естественно, снимает фильм «Гамлет». играет Смоктуновский. Он, конечно, сыграл тоже прежде всего интеллигента, но он сыграл интеллигента шестидесятника. Интеллигента шестидесятника. Вот как-то Лихачеву спросили «Дмитрий Сергеевич, а вот что такое интеллигентность?» Лихачев сказал. Ну, конечно, определить это невозможно, но вот скупой может притвориться щедрым, глупый может нахвататься разных цитат книжных и притвориться умным. Злой – это сможет и рядом бывает, может предстать таким добрым, отзывчивым, чутким, как тот же Сталин мог очаровать, и Ленин мог очаровать, вот. А вот интеллигентом притвориться нельзя. Интеллигентом можно только быть. Быть или не быть сразу вспоминается. Появляется Гавлиц Мактуновского, появляется в замке, но тут нарушены правила трагедии, в трагедию нельзя приехать и с трагедией нельзя уехать. Это закон сцены. Трагедия – это замкнутое пространство. Это как жизнь. Из жизни нельзя уйти, не умерев, и в жизнь нельзя прийти, не родившись. Но и то, и другое происходит помимо участия и воли человека. Поэтому трагедия – это замкнутое пространство, но Козинцев это нарушает. я был в этом замке, где снимался Гамлет. Как ни странно, он снимался в Сирии. в Сирии. Там сохранился замок крестоносца. Начинается, Гамлет въезжает все-таки, вот, прискакал, прискакал, узнав о смерти царя, отца своего в этот замок. Но он же крайне нежелателен. Он же крайне нежелателен. он может узнать о том, что его отец не просто умер, что его отец убит. Он может узнать, что мать его участвует в этом убийстве, соучастница этого убийства. Поэтому Гамлету приставлены два стукача. Розенкранц и Гильденстерн. Они стали именами нарицательными. Они должны как под видом друзей выведать, что думает Гамлет, каковы его планы, не замышляет ли он что-нибудь против Клавдия, короля. Как вы себя чувствуете, милорд? спрашивают они. А Гамлет протягивает флейту и говорит, сыграйте на ней, сыграйте. Он говорит, ну, я же не умею, принц. Ну, слушайте, это же так просто. Надо просто вот дуть в отверстие, нажимать на нужные клапаны и будет мелодия. Но я не умею, принц, с какой же грязью вы меня смешали. Посмотрите, эта флейта создана специально для того, чтобы из нее извлекать музыку, звуки. И вы не можете. почему же вы думаете, что вы можете играть на мне? Меня можно сломать? Он делает жест, как будто он может переломить флейту. Но играть на мне нельзя. Это потрясающая сцена. Только Смоктуновский так сыграл. Никто ни в Англии, ни во Франции, никто в мире так не сыграл. Никто это вся мыслящая часть человечества, все, у кого есть мозги и все, у кого за душой есть честь, совесть, мысль, все сказали свое. Нет любому принуждению человеческого духа, любому покушению на свободу человека. А самое главное, меня можно сломать, но играть на мне нельзя. Это же был ответ властям, которые пытались играть в течение 74 лет и нескольких месяцев, которые указывали писателям, художникам, ученым, как они должны писать, как они должны рисовать, актерам как они должны играть, а людям как они должны думать. Это был потрясающий ответ. Я бы даже сказал, что в этой игре Смоктуновского сказано гораздо больше, чем во всех творениях экзистенциалистов. Сартра, Камю, и все интеллигенции, особенно 60-х годов, французской, которые пытались осмыслить, что произошло. Они пытались понять, что такое Гитлер. И мы пытались понять, осмыслить, осознать, что же это происходило, когда Мандельштама сгноили в концлагере, когда Мейерхольда расстреливают, когда Бабеля убивают, когда Платонова запрещают, когда Булгакова запрещают, когда указывают, как надо играть, и что надо писать, и что надо делать. Но тут не политический был момент. Тут было важно обретение свободы, осознание своей свободы, не политической, а интеллектуальной, духовной. Меня очень угнетает, что следующие постановки Гамлета, все последующие, что было после фильма Козинцева, они, конечно, ни в какое сравнение не могут идти с тем, что сделал Смогтуновский. И воздадим должное Осипу Сырёновичу. Он очень хорошо почувствовал дух свободы, исходящий от Гамлета дух свободы. Вот чутьё какое-то тут потрясающее. Да, он не зря его запретил, потому что как озоном, как освежающей грозой стал этот фильм Гамлет. Но этим дело не кончилось. В дальнейшем моя счастливая судьба свела меня с театром на Таганке, с Юрием Петровичем Любимым. И я видел Гамлета, я видел Высоцкого в роли Гамлета. Это был, конечно, совершенно другой Гамлет. Об интеллигентности уже тут говорить не приходится. Это было другое время. Это уже было другое время. Гамлет Высоцкого. Ну, Любимов в поисках нового решения вот этого самого знаменитого монолога «Быть или не быть». Ну, может, вы все помните хотя бы комедию «Берегись автомобиля», где самодеятельный графоманский театр, графоманский режиссер, на самом деле больше спортом занимавшийся пытается поставить Гамлета. Да, не забудьте сказать «быть или не быть». Вот это самое «не забыть сказать быть или не быть» это замечательно, потому что действительно этот момент самый важный. Я все время пытался представить, а как же Высоцкий будет говорить «быть или не быть». Высоцкий это бунт, Высоцкий это необузданные эмоции, Высоцкий это тоже порыв к свободе, но это свобода другого порядка. Я не берусь судить, ниже она или выше интеллигентности Гамлета Смоктуновского. Тут я не как судья, я просто могу сказать, что это другое. И вот Любимов мне говорит «я не мог, и почему я Высоцкого пригласил на роль Гамлета? Потому что как актер я его не очень ценю и считаю, что таких актеров много. А вот как поэта, он поэт гениальный. Так считал Юрий Петрович Любимов. Он гениальный поэт. А поэт всегда сможет сыграть Шекспира и Гамлета. И лучше всех понять его. Дальше была отчаянная борьба гениального режиссера с гениальным человеком. Я не берусь называть Высоцкого гениальным поэтом или гениальным актером. Я просто гениальным человеком считаю. Гениальной личностью. Дело в том, что его темперамент требовал. Одно дело, когда он играл где Емельян Пугачев, где надо рвать на себе рубаху, где надо кричать и все. и совсем другое дело Гамлет. И чтобы укротить Высоцкого и его темперамент, немножко сдержать и энергию сосредоточить в той точке, где надо, а вы знаете, дело в том, что сцена, сценическое пространство, это очень хорошо понимал, кстати говоря, Шекспир, он же был еще и режиссером, и актером. Он играл отца Гамлета. Но об этом потом я расскажу. Он играл отец. Дело в том, что когда Вы входили в театр, в зал, в зальчик небольшой театр на Таганке, первое, что Вы видели, могилу. Могильщики роют, они по поясу в этой могиле, они из нее выбрасывают землю, торчат их башки. Вот так могила. Это сбоку. А в Сотске мечется, естественно, по всей сцене, тем более сцена-то какая у могилы Афелии. Могила Афелии. Там и Лаэрт бушует, кричит «Похороните меня с ней, я там, все, я любил ее, как 40 тысяч братьев». И появляется Гамлет, появляется Гамлет, который говорит, «Ну что, скорпионов ешь, ящериц глотай, что это ты выражаешь скорбь? Я так любил ее, как 40 тысяч братьев». И вот тут любимому надо было привязать Высоцкого, и он в прямом смысле это сделал. Он веревочкой его привязал за палец, а палец это привязал к лопате, чтобы он стоял на одном месте, чтобы он не витался по сцене, чтобы появилась сценическая такая вот картина у могилы Афелии. еще сложнее было с тем самым монологом «Быть или не быть». Ну, Высоцкого в чем угодно можно заподозрить, но в гамлетовских раздумьях на том, стоит ли жить, быть или не быть, да, ну, можно покопаться в его текстах. «Я не люблю, когда мне лезут в душу, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю». Или там ходит «Церковь яконка нет ладан». Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Но это еще не гамлет, это еще не гамлет, это же не этот вопрос. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, ощущение уходящей жизни, за которой не угнаться, которую он обгоняет и перегоняет, это другое. А тут надо быть или не быть, тут надо остановиться. И что делает Любимов? Он знаменитый, специально для этого спектакля, созданный Боровским, кружевной занавес, такой кружевной, он из веревок сплетенный, но это кружева такие вот, веревок сплетенный, он его разворачивает, он этот занавес не закрывающий сцену, а повернув пополам сцену, делящий, пополам. И гамлет, и вдруг этот занавес вот таким образом поперек сцены, и гамлет идет и произносит быть или занавес превращается в завесу между жизнью и смертью. И он идет, и этот занавес движется, а Юсоцкий говорит, быть или не быть, вот в чем вопрос. Ну, понимаете, тут какая вещь получается. Здесь получается то, что есть в стихотворении замечательного поэта, моего друга Евгения Винокурова. Он вспоминает, как в воинской части там гамлета играл ефрейтор дядин, стонал и кверху руки поднимал. И, в общем, все там было нормально, но только скажет, быть или не быть, всем сразу делалось смешно. Вот нечто подобное у меня было, когда я слышал из уст Высоцкого быть или не быть. Но, видимо, это почувствовал и Любимов, и он придумал, что монолог произносится трижды. Один раз он произносится обычной, ну, в традиционной такой раздумчивой интонации. Представьте себе Высоцкого, говорящего быть или не быть, вот в чем вопрос. Потом Высоцкого, который быть или не быть, вот в чем вопрос, раздирающий это. И третий гениальное решение Любимова, он шепотом, он шепотом говорит, он опять идет с этим быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот. Тут поразительная получилась вещь. Любимову удалось вот эту гамлетовскую, высоцкую, в данном случае, бешеную энергию в мирных целях. Вот раздробив его на три интонации, разговорную, кричащую и шепотом, он заставил весь зал задуматься над смыслом этого монолога. он заставил нас понять, что этот монолог настолько велик и настолько глубок, что мы его не понимаем и, может быть, никогда не поймем. Потому что, в отличие от математической формулы, художественный образ бесконечен. И каждое время его понимают по-своему. И Гамлет Смоктуновского сверхгениальный и сверхгениальный Гамлет Высоцкого – это совершенно разные, абсолютно. И, надеюсь, 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 появится и Гамлет 21 века. Не случайно все актеры, каждый актер в душе мечтает сыграть Гамлета. Ну, я ушел тут от смеха... Ведь наша беседа называется «Шекспир, которого мы потеряли». А потеряли мы его следующим образом. Морской офицер делил на том основании, что Шекспир не оставил своей рукой нигде своих рукописей, а только есть его подпись на завещании, да и то это подпись умирающего человека, слабеющей рукой написано, что Шекспир Денис сам писал свою пьесу. Аргумент тут следующий. «Да как это мог? Сын перчаточника, не имеющий высшего образования, который не учился ни в Кембридж, ни в Оксфорде, ни в Сарбонне, Агамрис, кстати говоря, учился, учился в университете, вот он и приехал наполненный свободомыслием, как может такие умные вещи написать? Ну, как может? К сожалению, Гелилова уже нет, так сказать, физически, он. Но хотел бы сказать ему, а как Маяковский с его пятиклассным образованием мог написать «Плевать, что нету гомеров и овидиев, людей, как мы, от копоти в оспе, я знаю, солнца померкло повидев, наших душ золотые россыпи». Боже мой, в нескольких строках тут и гомер и овидий и к месту или «Славьте меня, я великим не читаю, я над всем, что сделано, ставлю низил, никогда, ничего, не хочу читать, книги, что книги». И там дальше «Я знаю, гвоздь у меня в сапоге, кошмарник, кошмаром геты». И геты, и опять же к месту, и опять же... Так это свойство гения. Это свойство гения. Он один раз глядет, пару строк услышит и все поймет. И загорится, и будет. Таков Шекспир. Но все-таки есть предположение, что он все-таки три класса вот в этой латинской школе обучался. Хоть скоро в Стратфорде была эта школа, и в его пьесах появляется шкаляр. И этот шкаляр всячески жалуется на судьбу. как он должен заучивать все эти латинские глаголы, все эти латинские изречения, а потом его будут наказывать тростью, и будет отец его ругать. И все это описание, это невозможно придумать. Значит, он учился. Значит, он наизусть вот это все латинские тексты учил, по крайней мере, года три. И это было его образование, это было образование, но это был гений. Ему и этого было сверх головы, и более чем достаточно. Ну, одним из ярчайших доказательств как раз подлинности Шекспира, хотя и не нужно ничего доказывать, но все-таки, раз уж эта глупость была озвучена, и раз засорили головы и студентам, и школьникам, и многие интеллигентные люди мне говорили, что Шекспир не сам писал свои пьесы. Ну, пожалуйста. У Шекспира Шекспир начинал лучезарными комедиями, юношескими, молодыми, такими, как «Сон в летнюю ночь», сказочные, любовные, приключенческие, волшебные, и вдруг такая мрачная вещь, как Гамлет. А почему? У Шекспира почти что с небольшим расстоянием времени умирает отец, а затем умирает сын. Сын назвали по-разному транскрипция его имени, но в смысле это звучит как Гамлет, но там по-разному Омлет, Амлет, Гамлет, разное написание. Кроме того, у Шекспира родились близнецы брат и сестра. И вспомните «Двенадцатую ночь», брат и сестра, постоянные переодевания брат в одежде сестры, сестра в одежде брата, на этом все построено. И вот умирает сын Гамлет, умирает отец. И Шекспир играет тень отца Гамлета. Как гениально, как гениально, как замечательно, как глубоко появление призрака. Вот обратите внимание, вот Козинцев с этой задачей не справился. У него идет латы, латы, шлем, как бы лица не видно. Сообщает о том, как он был коварно убит. Ему влили яд во сне. Вот. призывает отомстить. Но отомстить Клавдию, а мать не трожь. Мать не трогай. Мать не умирай. Прощай, прощай, и помни обо мне. Как здорово поставлена эта сцена, когда Гамлет узнает о том, что появляется призрак отца его. А стражи ему объясняют. Да, он появляется. Принц, не идите туда. Нет, я должен пойти и увидеть. Принц, не идите, это добро мне кончится. Никто не может меня остановить. Он идет, он должен проверить, он должен убедиться. И вот появление призрака это большая загадка. Потому что Шекспир нигде не пишет, как должен выглядеть призрак. У него есть портрет отца. Он берет портрет отца и показывает матери. Посмотри на это лицо. Это лицо Юпитера. Это глаза, как звезды. И ты могла его променять вот на это ничтожество? Он имеет в виду Клавдия. Он создает образ отца из звездного неба. Хотя держит в руках просто его портрет, который у него в руках. Конечно, такого драматургии не знала никогда. Видимо, больше никогда не узнает. Шекспир – это вершина вершин. Это что-то удивительное, что-то совершенно выходящее за все и за все. сомневаться в подлинности и то, что Шекспир это все написал сам, конечно, это смешно. Это значит очень плохо понимать тексты, не читать их толком, пользоваться какими-то слухами, байками. Но всегда вокруг великих людей имена великих людей, всегда их жизнь, биография всегда обрастает какими-то мифами. И чем значительнее личность, тем больше этих мифов и этих сказаний. Но во всяком случае говорить, что Шекспира не было, все равно сказать, что не было Пушкина. А почему? А вот почему? Вот все пьесы Шекспира, все доедины, это сюжеты, которые уже были. Гамлета ставили, были Гамлеты. Ромео и Джульетта самая, так сказать, кстати, Гамлет популярнее, чем Ромео и Джульетта. Была такая новелла эпохи Возрождения, и пьеса такая была, и много таких пьес было, но они не остались в памяти, потому что ведь это ну, да, конечно, это пьеса о любви, которая гораздо важнее влюбленность девочки и мальчика, гораздо более значима, чем вся история, чем вся политика. Вот в чем дело. Это Шекспир сумел сделать так. Монтеки и Капулетти это два рода. Один представляет, как и сегодня Италия, так сказать, немножко, ну, как бы разделена на северную и южную. Вот Монтеки и Капулетти, не помню, кто из них северная, а кто южная, вот это представители вот этих двух могучих семейств, которые, естественно, как все могучие семейства друг с другом временами враждовали, временами заключали союзы. Но это политика, это экономика, это политика, это быт, но естественно, что между ними стена запрета, табу, враждующие кланы не должны. Ни в коем случае это измена клану. Он только, Ромео просто-то мелькнуло она там на балконе, он ее увидел и все, и он мгновенно влюблен. И она мгновенно в него влюбилась, просто любовь возникла, вспыхнула, зародилась вопреки всему, вопреки семейным порядкам, вопреки политическому устройству. И ничто не может им помешать. И вы посмотрите, как это любовь! Встань у окна, затми луну сиянием, говорит этот юноша, говорит этой девочке. А девочка говорит, «Ромео, я так тебя люблю, что я готов разорвать тебя на множество частей, чтобы они стали звездами и украшали звездное небо. Такова моя страсть к тебе, такова моя любовь к тебе». Это, конечно, мистерия. Вот я помню, спрашивал Юрий Петрович, почему он не ставит «Ромео и Джульетту». А он говорит «Любимов, вы понимаете, я не могу ставить мистерию, у меня сразу будет политический смысл, у меня сразу выйдет такой, какой-то, я сразу начну. У меня начнется все с финала, но финал, да, там есть этот политический смысл, когда два рода над трупом, над трупами детей приносят друг другу клятву покончить с враждой. Любуйтесь же, Монтеки, Капулейте». Вот. До сих пор в Верону приходят письма от влюбленных мальчиков и девочек. Там даже есть специальное такое место, где эти записки оставляют и пишут, и пишут, хотя прошло уже почти, я не берусь в цифрах, что-то вроде в пределах половины тысячелетия. Такова сила шекспировского таланта, шекспировского обаяния. А потом наступает время, когда Шекспир, ну вот он был безмятежный и был счастливый, и был сон в летнюю ночь, вот он пережил трагедию по утрату отца, утрату сына, и пишет Гамлет, а потом и его возраст начинает клониться к закату. По тем временам он умер, ну что там пятьдесят с чем-то лет, по теперешним временам это ерунда, но в те времена это уже был, так сказать, преклонный возраст. он пишет Короля Лира. Вообще-то я вам скажу, что самый интересный Король Лир, которого я видел, это было постановка Казахского театра. Почему он для меня оказался самым сильным? Потому что вот эти страсти, когда отец испытывает трех дочерей, кто его больше любит, и требует от них речей, и кто из них лучше речь произнесет, то и он и отдаст все, в зависимости от того, чья речь лучше, тем больше, большую часть наследства, меньшую часть наследства. И дочери упражняются в этом. Это уже сейчас непонятно. Это уже непонятно. А вот возле юрты в патриархальном таком мире это понятно. Это понятно. И вот это можно назвать трагедией старости, а можно назвать это трагедией самовласти, самодурства, трагедии диктатора. Король диктатор, абсолютный диктатор. Он подавляет всех. Он подавляет всех, в том числе своих дочерей. И он питается только лестью. Кто Стивий произнесет речь, тот и хорош. И вот это соревнование дочерей, которые упражняются в красноречии, объясняя, как они горячо любят отца, и гордый отказ Корделии говорить о своей любви. Да, она говорит, я вас люблю, отец, но когда у меня появится муж, я буду любить его больше. Корделия говорит правду. Корделия говорит правду. А дальше следует то, что обычно в таких случаях и следует. в конечном итоге Корделию он лишает наследства, раздает дочерям, а дочери сначала одна его выгоняет из дому, из замка, потом другая его выгоняет из замка, и оказывается он не нужен никому, кроме Корделии, которая умирает у него на руках, и Шута, которая его все время передразнивает, как бы утешает, передразнивая. Короля Лира гениально сыграл Михоэлс. Впоследствии Сталин его раздавил. Его зверски убили, а потом раздавили машиной, имитируя. Вот как бы он трагически все предвосхитил в своей игре. Михоэлс, Король Лира Михоэлса, это как раз вот такая же вершина вот в игре Шекспира, как Гамлет с Мактуновского вершина и постановка Любимого. Кстати говоря, вот сколько я видел английских постановок, казалось бы, Англия, казалось бы, у них, вы знаете, нет ни в какое сравнение с глубиной вот этих наших постановок это не идет. Я это говорю отнюдь не из какого-то сырмяжного патриотизма, просто это по факту так. И, кстати говоря, это признается. В свое время это было оценено. Уже в Гамлете появляется вот эта тема, небесный свод, небесные лампады, звезды небесной лампады. Человек, а для меня это пыточное колесо, весь этот зодиак это пыточное колесо, а звезды это сочащиеся гнойные трус, трупья. Это взгляд Гамлета намного предвосхищает тот взгляд, каким посмотрели на Вселенную уже ну, где-то, во всяком случае, в 20 веке. В 20 веке. У Гамлета даже независимо от той ситуации, в которой он оказался, трагическое зрение, трагический взгляд на мир. И как бы ни сложилась его судьба, он все равно бы был трагичный. Дело в том, что Секспир очень хорошо понимал и в его театре была надпись Кальдерона, изречение Кальдерона. Весь мир сцена, а люди актеры. А люди актеры. Другая любимая мысль Шекспира о том, что наша жизнь есть сон, и он эту мысль в двух пьесах осуществил, в двух мистериях. Это буря и зимняя сказка. Себя он изобразил в виде волшебника Просперо, который вдруг отказывается творить чудеса, и свой волшебный жезл бросает в пучину. Это Шекспир изобразил себя. Он вдруг бросает театр, бросает свою славу, возвращается в Стратфорд, из которого он когда-то, можно сказать, бежал, скорее всего, с труппой актеров, и отказывается от своего драматургического творчества. Волшебник Просперо отказывается от своего волшебного жезла. Драматургия Шекспира – это чудо из чудес. И то, что мы умудрились Шекспира потерять, усомниться в его действенности, в его реальности, это, конечно, и смех, и грех. Большей степени это, конечно, грех. Дело в том, что Шекспир в свое время, когда играли Шекспира, то всячески приходил специалист в театр, объяснял, какие в то время носили одежды, какая была мода, какие... Ну, у Шекспира этого ничего не было. Дело в том, что его театр был условный, вот такой, как у Юрия Петровича Любимого. Замок просто ставилась досечкой, было написано замок. Чисто условные, чисто условные одежды были, не какие-то там дорогие костюмы, никакой имитации той эпохи, в которой это происходило. это происходило всегда, во все времена и происходит не то с ангелами, не то с людьми, не то с духами. Это мир души человеческой, человеческого духа, тайны человеческого сознания и подсознания. Шекспир – великая тайна, Шекспир – великая мудрость и большое счастье, что на русской сцене это было воплощено. Есть надежда, что он никогда со сцены не уйдет. Хотя, должен вам сказать, была еще одна героическая эпопея. Станиславский не склонен был, его гений был другого порядка, он больше интересовался современностью, его не очень тянуло в историю, он считал, что Шекспир – это больше история, но был приглашен гениальный режиссер Крэк. Английский режиссер, он Гамлета уже поставил по-шекспировски. На сцене огромная золотая гора. Эта золотая гора такое покрывало в виде горы, и в ней торчали головы участников событий. Вот эта гора возвышалась, торчала, и все события вот вокруг этой золотой, в этой золотой горе. Действие переносилось как бы не то в потусторонний мир, не то между этим миром и тем, это была уже символическая постановка, мистический Шекспир. Он увидел другого Шекспира. Много лет он его пытался, а была такая традиция у Станиславского много лет ставить один спектакль. Много лет Гордон Крэх репетировал и в конечном итоге от этой постановки отказался. Почему? Потому что русский театр и русские актеры погрязли в ползучем реализме. А наступало время символизма, наступало время футуризма, которое потом захлебнется в ужасе революции 1917 года, когда вообще на некоторое время театр будет поставлен под сомнение как таковой. Было предложение вообще театр ликвидировать. Потом Луначарский с большим трудом убедил Ленина, ну как же, вот это издание, мы будем ставить революционные пьесы, мы будем ставить Шиллера, и как ни странно на Ленина это подействовало, и поставили Шиллера, и матросы там стреляли в воздух, и кричали, и в общем-то все было замечательно. Шекспир это навсегда, и, конечно, жизнь человеческая она гораздо более глубокая, более осмысленная, более таинственная, и более значимая для тех, кто знаком с Шекспиром. Так что я, хоть и называется Шекспир, наша беседа Шекспир, которого мы потеряли, я желаю вам всем найти своего Шекспира. Шекспир 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 Продолжение следует...